Доброе утро! 9 часов в украинской столице. Пятница, 3 января. Мы начинаем информационный день на UATV. Выпуском новостей в студии работает Артём Бибик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шестой Новый год Украина встречает, когда на Донбассе продолжаются боевые действия. Наряжать ёлки, покупать подарки и поздравлять близких украинцы могут благодаря армейцам, которые удерживают линию обороны. В 2019-м на передовой погибло 110 военных. Анастасия Федченко напомнит имена героев. Первой потерей вооруженных сил Украины в 2019 году стал Николай Голубев из 10-й бригады. 1 января из-за обстрела вражеской боевой машины пехоты возле поселка Новотошковская на Луганщине ему было всего 20. Всего 4 дня не дожил до 32-летия военнослужащий 54-й бригады Борис Борденюк. Уроженец Запорожской области погиб 24 февраля из-за осколка вражеской мины. Богдан Гаврыльев из Ивано-Франковщины был разведчиком в 80-й бригаде. Погиб 4 марта вследствие мощного артиллерийского обстрела поселка Лебединское Донецкой области. Воину было 19 лет. Апрель стал самым кровавым месяцем 2019-го. 15 украинских армейцев не вернулись домой. 2 апреля погибли 50-летняя Александр Милютин из Бахмута и 39-летняя Яна Червоная из Харькова. Они были на посту, когда российские оккупанты начали минометный обстрел. У Яны остались маленькие сын и дочь. Я не знаю, можно ли сказать спасибо этой войне. Наверное, это вообще неправильная фраза. Благодаря вот этому всему мы вообще поняли, что такое Украина. Я выучила гимн Украины. У меня появились первые веночки, первые вышиванки. Я начала с детьми дома разговаривать на украинской мове. В мае 9 погибших. Один из них 25-летний харьковчанин Антон Безверхний, друг Яны Червоной. 14 мая снайпер попал Антону в шею. Желание, конечно, побольше нащелкать врага, побольше поразить вражескую силу, дать отпор, дабы они отсюда убирались и не лезли на нашу землю. 48 лет навсегда останется бойцу 17-й бригады Эдуарду Лазареву. Он родился в России, жил на Львовщине, служил по контракту еще до войны. После российской агрессии попросился на фронт. 4 июня в его грузовик попала вражеская ракета. От осколков погиб на месте. 1 июля в медицинский автомобиль, который эвакуировал раненого, попала ракета боевиков. От сильных отжогов в госпитале умерла медик Ирина Шевченко. Ее называли «мама Ира». Повод для гордости, что я в морской пехоте. Повод для гордости, что я в морской пехоте. Я думаю, я у них не лишняя и не чужая. Это наша матинка, это наша сестричка. Это наша мама, наша сестричка всегда говорит «давайте, хлопцы». Четверо военных были убиты 6 августа. Они укрепляли позиции, когда российские оккупанты начали минометный обстрел. В октябре с войны не вернулись девятеро армейцев. 36-летняя Ярослава Никоненко стала военной из-за гибели отца, который служил в Айдаре. Снайперская пуля оборвала жизнь снайперки. На Полтавщине осиротела дочь Ярославы. Военную похоронили рядом с отцом. Шестеро погибших в ноябре. Один из них – 41-летний полковник Евгений Коростылев, командир 128-й бригады. Врачи неделю боролись за его жизнь. Коростылев воевал с начала российской агрессии. В декабре погибло 9 украинских военных. Двое спецназовцев Службы безопасности Украины. Им посмертно вручили звание Героев Украины. Анастасия Федченко, UATV. Руководить расследованием дел Майдана будет Александр Буряк. До этого назначения он занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований. Как сообщает пресс-служба бюро, Александр Буряк прошел конкурсный отбор. В свое время обучался в подразделениях Европейского суда по правам человека. Сейчас в Госбюро расследований продолжается перевод следователей и прокуроров из генпрокуратуры, занимавшихся расследованием преступлений, совершенных во время революции достоинства. Коллегу Приходько в очередной раз не пустили священника. Об этом сообщила украинский омбудсмен. Политузник находится в СИЗО Симферополя, в оккупированном Крыму. Людмила Денисова подчеркнула, это прямое нарушение права заключенного. Она уже обратилась к российской коллеге Татьяне Маскальковой с требованием принять меры в связи с этим. Олега Приходько, оккупационная власть, упекла за решетку в октябре прошлого года. Его безосновательно обвинили в подготовке теракта и оставили под арестом до 10 февраля. Правозащитники же говорят, крымчанина преследуют за его проукраинскую позицию. Возвращение шедевра. После почти 80 лет скитаний по миру, картина вернулась в Украину. Полотно Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед Опричниной» уже прошло процедуру оформления на киевской таможне. Прибыла картина из США. Специалисты Министерства культуры, молодежи и спорта подтвердили, именно эту работу нацисты вывезли во времена Второй мировой войны из музея в Днепре. В 2017-м полотно выставили на аукцион в Соединенных Штатах. С тех пор продолжались переговоры с покупателями, которые спустя два года решили подарить картину Украине. Иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение Корпуса стражей Исламской революции «Эль-Кутс», убили по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в Пентагоне спустя несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. По данным СМИ, было три ракетных удара. В результате погибли как минимум восемь человек. Генерал Кусем Сулеймани прилетел в Ирак, чтобы провести встречу с представителями шиитского движения. Авиаудар нанесли сразу же, как только он вышел из самолета. В Пентагоне заявили, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американское посольство в Багдаде. До 43 увеличилось количество погибших в результате наводнения в столице Индонезии. 35 тысяч жителей Джакарты и ее окрестностей вынуждены покинули свои дома, чтобы избежать чрезвычайной ситуации. Власти отключили электроэнергию практически во всем городе. Проливные дожди в Джакарте начались в ночь на 1 января. В результате под водой оказались около 200 кварталов. Наводнение парализовало работу местного транспорта и аэропорта, затопив взлетно-посадочную полосу. Последствия непогоды ликвидируют более 100 тысяч спасателей. Реабилитационный центр для диких животных работает в Хмельницком. Больше сотни травоядных и хищников миролюбиво живут на небольшой территории. Все попали туда по вине браконьеров и охотников. Подробнее расскажут корреспонденты ЮАИ-ТВ. Пятилетняя Даша целует своего спасителя. Два года назад цирковую медведицу должны были усыпить, но мужчина забрал ее в реабилитационный центр для диких животных. Мы за ними ухаживаем и, по возможности, потом возвращаем в дикую природу. Здесь живет сотня травоядных и хищников. Есть животные, занесенные в Красную книгу. У каждого своя история. Вот этих молодых оленят привезли из местного леса. Охотники застрелили их родителей. Это пятнистый олень. Он один из краснокнижных, которые на грани вымирания. Маленькими привезли совсем. Они не могли сами есть. Мы их молоком выкармливали. Этого волка ветеринары сшивали буквально по частям. Самого животного не было видно. Я тогда наложил около 300 швул. На этого волчонка притравливали охотничьих собак. Практически шкура была отпрепарирована. Но я не давал никаких шансов на то, что он выживет. Сейчас это красивый, матерый волк. Нашли приют здесь и дикие птицы. Таких черных аистов в мире осталось всего несколько тысяч. А эта пара африканских львов недавно стала рекордсменами порождаемости. За четыре года пять раз приводили львя. Центр не только спасает животных, но и активно они в реабилитационном центре размножаются. Чем не может похвастаться, вернее, может похвастаться не каждый зоопарк. Чтобы всем животным хватило места, центр расширят. Уже наконец-то за пять лет, что я начал добиваться, добился большую территорию, 10 гектаров земли этого в лесу. И вот будем делать сейчас уже на 50 лет подписанный договор, все. И будем делать, и там уже будут, скажем, будут животные находиться. Вход на территорию реабилитационного центра бесплатный. Он существует за благотворительные средства. Помочь животным может каждый желающий. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Хмельницкий, UATV. Больше новостей об Украине ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Новости на русском каждые два часа. Мы уже готовимся к следующему выпуску. Все самое важное на UATV не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok